Значит, проблема с парковками в чем состоит? Несколько лет назад парковки, ну это еще в бытность предыдущего созыва Думы, пятый созыв Думы, парковки, то есть эвакуация, была бесплатная. Эвакуация, это в простонародье так называют задержание транспортных средств за нарушение правил дорожного движения, либо нарушение правил стоянки остановки. Две разные статьи. 12.16 это запрещающая стоянку остановку знаки, а статья 12.19 это нарушение правил дорожного движения, четко в ПДД прописано. Это остановка, стоянка на тротуаре, на остановке общественного транспорта, вторым, третьим рядом, на троллейбусных путях, на зебре, ближе 5 метров к пешеходному переходу, на перекрестке, в тоннеле и так далее. И во всех случаях, когда между припаркованным автомобилем и разделительной полосой либо противоположной стороной, стороне проезжей части, менее 3 метров. Вот во всех этих случаях никакие знаки не стоят, но это правила дорожного движения, поэтому, соответственно, машина будет эвакуирована, если водителя нет поблизости. Если водитель поблизости, ему обязаны машину отдать и оштрафовать его за нарушение ПДД. Так вот, эта эвакуация, так называемая, она была бесплатна. А, значит, через какое-то время, по, скажем так, под давлением регионов, по просьбам регионов, депутатский корпус принял решение о возвращении платности эвакуации парковки. То есть на сегодняшний день сам процесс эвакуации оплачивается, перевозки до места хранения, до штрафстоянки, и, соответственно, хранение на этой штрафстоянке также платное. В чем проблема? Ну, во многих городах, в Москве, прежде всего, парковочных мест практически нет. Мало этого, почему-то не очень понятным причинам, но они для меня-то, честно говоря, понятны, тем не менее, для широкого круга автовладельцев эти причины непонятны. Московская власть не занимается парковочным пространством. Более того, Ксвенхус Нулин недавно заявил о том, что они не будут требовать застройщиков, девелоперов, девелоперов, значит, наличие парковочных мест при сдаче домов, любых домов, там, офисных зданий, там, неважно, парковочных мест, то есть подземного паркинга или там парковочных мест, которые на территории этого жилого или офисного здания находятся. То есть требуют, такие требования будут исключены. Спрашиваете, для чего это делается? В любом городе, самым густонаселенным, там, взять Сингапур, Токио, ну, через каждые 10-20 метров есть парковки, причем в самых неожиданных местах. Револьверные парковки, вертикальные, которые как карусель, ну, вы знаете, ну, как колесо обозрения работает, да, подземные парковки и так далее. То есть на улицах машины не стоят, потому что есть где припарковаться. В Москве тактика используется и стратегия выжимания автомобилистов с территории Москвы. Поэтому, конечно, если человеку негде парковаться, если нет никакой альтернативы, то он оставляет машину вопреки правилам дорожного движения, вопреки знакам. Кстати, когда наши предшественники, вот предыдущий созыв Думы, пятый созыв Думы принял решение о введении платной эвакуации, то закон имел отсрочку на год. За этот год депутаты надеялись, что исполнительная власть субъектов организует парковочное пространство, то есть создадут парковки, построят парковочные места и так далее. Тогда, значит, если есть альтернатива, но ты там машину не оставляешь, а бросаешь ее в городе, там, где попало, ну, ты будешь, соответственно, оштрафован и заплачешь стоимость эвакуации. Но за этот год не было ничего создано абсолютно, практически нигде. И, значит, новые правила, скажем так, вступили в силу, то есть появилась платность эвакуации, при этом парковочных мест не прибавилось. То есть их, ну, кот наплакал. В Москве, например, даже говорить серьезно о парковочных местах не приходится. Поэтому возникает вопрос, что делать дальше. Значит, с одной стороны, в Москве, например, политика департамента транспорта состоит в том, чтобы максимально коммерциализировать все московское пространство. То есть знаки ставятся запрещающие везде, где только можно, включая, например, социальные значимые объекты, больницы, травмпункты, детские сады, бассейны там и так далее. Вы не имеете права ни ребенка довести до места назначения, ни инвалида высадить, проводить куда-то, да, потому что вы свою машину не найдете. Вот. Таблички, знаки, запрещающие стоянку-остановку, стоят даже около парковочных карманов, что является, ну, полным абсурдом, то есть абсолютным абсурдом. Рестораны, магазины, все заставлены этими знаками. Ну, нормальный человек поедет за крупными покупками, значит, на общественном транспорте. Конечно, нет. Соответственно, и посещаемость этих мест, ресторанов и магазинов падает. Бизнес несет убытки, и людям создаются большие неудобства, ну и так далее. Поэтому проблема достаточно серьезная. Мы, в свою очередь, решили ее, решили ее разгрузить, эту проблему, уменьшить ее. Сейчас вот мною внесены поправки в правительственный законопроект о единой методике исчисления стоимости задержания транспортного средства, где я предложил, а профильный комитет наш одобрил эти поправки, в том числе я предложил поменять предоплату на постоплату. То есть сейчас, если машина человека увезена на штрафстоянку, он должен оплатить эвакуацию, потом только забрать автомобиль. Но позвольте, во-первых, он, может быть, и не виноват. Может быть, его машина эвакуирована незаконной. Такие случаи есть. Почему для того, чтобы заплатить штраф, у него есть 10 дней на обжалование, решение об административном нарушении, и 60 дней на оплату, то есть всего 70 дней. А если ему надо забрать машину, которую перевезли на штрафстоянку, то у него нет ни одного дня в запасе, уж не говоря ни о каком обжаловании. Он должен сначала заплатить, а потом доказывать, что он не верблюд. Я считаю, что это неправильно. То есть должно быть все ровно наоборот. Человек должен иметь право забрать машину, обжаловать решение о якобы, или действительно имевшем место административном проступке. Если решение суда в его пользу, тогда он не платит ни штраф за неправильную стоянку, остановку или нарушение права дорожного движения, ни, соответственно, эвакуацию не оплачивает. Если он не обращался в суд в течение 10 дней, или решение суда не в его пользу, тогда он обязан в течение 60 дней оплатить штраф административный и оплатить стоимость эвакуации.